Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас, и в сегодняшнем видео я отвечу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Подскажите, вы сказали, что барабаны чаще всего выделяют сильные доли, а в примере к 12 и 8. Они как выделяются? Как их отличить? Та же проблема с отличием 4 четвертей от 8 четвертей в песнях. Почти везде слышу 8 четвертей, то есть пятая доля слышится как относительно сильная, а не сильная. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Ну, сначала про 12 восьмых. Вообще, да, 12 восьмых мы можем представить как те же самые 4 четверти. Только внутри этих 4 четвертей у нас будет триольная пульсация. То есть, каждая четверть будет делиться на 3. И, соответственно, в сумме мы получим 12 восьмых в такте. Вот. Для начала, да, вы должны очень хорошо слышать бочку и малый барабан. То есть, вот бочка и малый барабан, они служат вам как бы ориентирами. Сейчас я постараюсь продемонстрировать, да, вот представим, что вот это бочка, а вот это малый барабан. Вот смотрите. 2, 3, 4. Раз, два, три. Два, два, три. Три, два, три. Четыре, два, три. Раз, два, три. Два, два, три. Три, два, три. Четыре, два, три. То есть, вот внутри вот этих вот хлопков, да, то есть бочки и малым таком импровизированным, я поместил триольную пульсацию. То есть, разделил каждый этот удар на три. И в сумме у нас получилось 12. То есть, обычно 12 четвертей, они так и представляются. Вот. Как 4 четверти, но внутри которых триольная пульсация. Тут еще зависит от темпа, да. Обычно, ну, 12 восьмых, там не очень быстрый темп. И, соответственно, все эти 12, они прослушиваются. Как правило, хэт играет их. Вот. Что касается 4 четвертей или 8 четвертей. Ну, здесь все достаточно просто. То есть, я могу вам сказать, я не знаю, в 99-9 десятых случаях все песни, которые вы слушаете, которые вы там снимаете, это размер 4 четверти. Потому что размер 8 четвертей, он достаточно редкий. И я, честно сказать, даже вот не помню вообще, когда последний раз с ним сталкивался. То есть, это очень редкий размер. Поэтому просто, да, не запаривайтесь на этот счет. Представьте, что это 4 четверти и все. Все. Опять-таки, ориентиры здесь будут бочка и малый барабан. Что касается того, что вы там иногда можете слышать во втором такте не сильную долю. Здесь, мне кажется, еще есть такой момент, что музыка, она же у нас как бы длится периодами. Там 2 такта, 4 такта, 8 тактов. И в конце этих периодов или фраз играется какое-либо заполнение. И барабанщик может отмечать начало следующего периода ударом в тарелку. Который будет естественным образом, конечно же, ощущаться намного сильнее, чем, скажем, удар без выделения в тарелку. Поэтому, да, вот в конце, допустим, 4 или 8, иногда даже 2 тактов вы можете слышать этот удар. Соответственно, да, вам он будет казаться более сильным. Но не стоит на этот счет сильно заморачиваться. Просто знайте, что это 4 четверти и все тут. Едем дальше. Следующий вопрос был задан под видео аккорды и лады, где я рассказывал, какими ладами можно обыгрывать аккорды. Вначале я не совсем понял вопрос и затем попросил переформулировать. Так что читаю уже как бы более-менее нормальную формулировку. Меня интересует, можно ли как-то высчитать систематически на какую ступень какой лад обыгрывать. Также будет ли работать тот же принцип, что вы объяснили, если вместо до первой ступенью будет являться какой-нибудь другой мажорный аккорд. Ну, для начала, да, со второй части вопроса отвечу, что, конечно же, да, любой мажорный аккорд будет обыгрываться по тем же самым принципам, которые я изложил ранее. Допустим, да, у нас есть до мажора, и мы можем обыграть его либо до мажорной гаммы, либо там до лидийским ладом зависит уже от ситуации. То же самое, да, если мы возьмем, скажем, соль мажор, да, теперь мы уже должны от соль построить мажорную гамму, и, соответственно, соль мажор мы также можем обыграть либо соль мажорной гаммой, либо соль лидийским ладом. То есть, в принципе, здесь неважно, да, какой мажорный аккорд, от какой ноты он берется. Вот, что касается первой части вопроса, у меня вот как раз недавно вышло отличное видео, это интервью-мастер-класс с Алексеем Заволокином, где мы как раз затронули все вот эти вот аспекты про импровизацию, какие лады можно обыгрывать и так далее. Обязательно его посмотрите. Я думаю, после просмотра данного видео у вас останется намного меньше вопросов. Просто сейчас не вижу смысла повторяться. Обязательно посмотрите это видео, ссылочку прикреплю в описании. Переходим к следующему вопросу. Что думаете о замедлении соло при снятии? Ведь Зава в одном из видео советовал не замедлять. Приводил аргументы. К сожалению, я не видел данного видео, но вообще я знаю, да, такое мнение, что советуют некоторые музыканты не замедлять при снятии. Могу рассказать свое мнение на данный счет. Конечно же, да, если вы не замедляете, если вы слышите все, то это, конечно же, отлично. И тогда не нужно вам ничего замедлять, да. Ну, тут можно в плюс привести то, что там при живой игре, естественно, никаких замедлений нет. И, соответственно, снимая, как бы, так сказать, без замедления в реальном времени, вы моделируете игру с живыми музыкантами. То есть, тем самым вы, ну, как будто бы играете с ними. Но существует несколько моментов. Если вы, допустим, начинающий, ваш слух еще не сильно развит, то, конечно же, ну, здесь я вижу выход замедлять. Потому что сразу услышать все очень тяжело. И слух это такой же инструмент, и он также развивается. Поэтому для развития слуха в целях, как бы, обучающих, я считаю, что замедлять даже полезно. Не то, что вредно. Я даже советую это делать. Я сам замедляю, замедлял раньше, вот. И здесь единственный момент, который я могу сказать. Нужно в этом тоже прогрессировать. То есть, ну, допустим, вы хотите снять какую-то партию, какое-то соло, и не слышите, что там происходит очень быстро. Вы замедляете, ну, скажем, в два раза, да. И вы слышите все прекрасно. Вот. Это долгий процесс, не надо думать, что это вот прям вот первую там песню вы сняли, и у вас все получится. Вы сняли, скажем, в два раза медленнее песню, все хорошо у вас получилось. Кстати, все, что вы снимаете, я советую записывать в ноты, так вы будете более быстро развивать ваш слух, там, читку нот с листа, запись нот. Это все очень полезно. Ну, допустим, вы сняли, да, записали там в ноты, и все клево, сыграли потом. Следующую, да, песню вы можете замедлять не так сильно. Ну, то есть, тут зависит, конечно, от композиции. И я говорю, что это процесс долгий. Поэтому старайтесь в этом тоже прогрессировать. То есть, не снимать всегда очень медленно. То есть, потом, скажем, заедлите полтора раза. Потом какую-то песню, допустим, вы уже потом сможете услышать, не замедляя. То есть, здесь такой важный момент, что в этом деле тоже нужно прогрессировать. А так, я лично за замедление, особенно на начальном этапе, но за развитие. То есть, чтобы это замедление не осталось у вас всегда на одном уровне. Старайтесь снимать также и без замедления, и с замедлением. В общем, развивайтесь. Следующий вопрос. Для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, обязательно нужен педагог. Здесь такой момент, да, наверное, многие задаются вопросом. Но я сразу отвечу, что, в принципе, возможно, возможно, стать профессиональным музыкантом и без педагога. Но здесь существует очень масса всяких разных но. Опять-таки, все люди разные. Кто-то с более сильным творческим потенциалом. Кто-то более одарен, кто-то менее одарен. Но на начальном этапе, вот если вы только начинаете, особенно если это не в детстве происходит. Там, в каком-то подростковом или взрослом возрасте. Конечно же, я советую обязательно взять несколько уроков у педагога. Потому что он тогда, он сможет вас направить хотя бы, покажет вообще, в какое направление вам смотреть. Я не знаю, вы просто с педагогом потратите намного меньше времени на то, чтобы достичь каких-то результатов. Особенно на начальном этапе. Это особенно касается, да, людей, у которых, допустим, нет базы музыкальной школы. Которые в детстве там ничему не учились. Вот это, я считаю, что с педагогом в данном случае обязательно пройти хотя бы минимальный начальный какой-то курс. Который задаст вам вектор вашего развития в дальнейшем. Конечно же, да, сейчас есть там YouTube. Сейчас есть много информации в интернете. Но, опять-таки, если вы только начинаете, вы даже в этой информации просто будете теряться. Вы не сможете, как бы, так сказать, адекватно оценить то, что вам сейчас нужно. То, что чем нужно заниматься. А что не нужно. Что даже иногда может быть и вредно для начального развития. Поэтому я советую для начала взять несколько уроков у педагога. Который даст вам вектор развития. И дальше вы сможете сами развиваться. Отсеивать ненужную информацию. Брать нужную информацию. И, в общем, тогда все будет хорошо. Ну, и еще один вопрос на сегодня. Приветствую. Пользуясь случаем, спрошу. Выбор первого баса. При схожей цене БУ. 4, 5, 6 струн. Новичок. Опыт 0. Не хотелось бы дома собирать коллекцию гитар. На чем остановиться? Ваш совет. Спасибо. Ну, друзья, здесь однозначно, я, мой совет, однозначный, только 4 струны. Особенно если опыт 0. Если вы вообще новичок, 4 струны однозначно. Даже не думайте. 5, это много. 6, это вообще перебор. Потому что 6-струнные инструменты, как правило, уже для профессиональных музыкантов, которые знают, зачем они им нужны. И вообще, ну, как бы, это специфический инструмент. Я лично, например, на шестерках и не играю. Я вот пробовал несколько раз, понял, что пока не мой инструмент. Пока мне рано скажут, что так, шестерка. 5, да, я использую. Но 4 для начала более чем достаточно. Вы поймете вообще принцип бас-гитары. Ваш ли это инструмент. То есть, потому что, ну, разные ситуации бывают. Может, вы попробуете и вам не понравится. Поэтому только 4 струны. Здесь однозначно советую. Ну, друзья, вот такое вот получилось видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно не забывайте спрашивать, задавать вопросы. Я буду стараться отвечать на них также вот и в такой вот видео форме. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.